На волне ностальгических нот Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фрумином Добрый вечер, дорогие радиослушатели Слушатели Радио Русский Берлин, зрители канала Ночное такси В студии Аркадий Фрумин, это еще раз повторюсь программа Ночное такси И сегодня у меня в гостях петербургская актриса и певица Алина Атласова И поэт Денис Ильясов Что ж, я надеюсь, я все произнес правильно Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Сегодня у нас будет очень, я считаю, интересный эфир Потому что Алина имеет очень богатый, так сказать, опыт в разных музыкальных сферах Ну, везде так или иначе есть музыка, я же прав Конечно Как и в театре, так и на сцене Что ж, ну, давайте по порядку Расскажите вообще, как вы решили начать заниматься музыкой Откуда вообще это пошло все? Ох, уже много лет я на сцене Пошло это с самого детства Сначала, так скажем, первой ступенькой моего пути стал хор телевидения и радио Санкт-Петербурга Под руководством заслуженного деятеля искусств Станислава Федоровича Грибкова Хор, в котором я пропела на протяжении 10 лет Это большой срок А до хора где-то вокала может быть? До хора нет, я когда пришла на хор, мне было 6 лет Так что, поэтому То есть это была и та самая музыкальная, хорошая школа? Да, да, это то, что сейчас мне помогает, меня сопровождает Потому что я была не только пела в одном голосе Но так произошло в один период, что меня отправили в другой голос, более низкий Так как я разговаривала в тембральных красках низкого диапазона Меня наш руководитель отправил в первой альты Вот, и там я получила, конечно Я извиняюсь, не сильно знаю построение в хоре Там по звукам Сопрано, сопрано самые высокие, вторые сопрано Это средний голос И альты, это уже низкий голос Нет, 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 почему? Я только в фильмах вижу Нет, мы просто распределяемся определенным образом, чтобы был ориентир Сопрано с левой стороны, альты с правой стороны Посередине второе сопрано, которое делит как бы голоса, поголоски Это терции, секунды Это очень должно интересно звучать Конечно, да вообще хоровое искусство, оно многогранно И я очень благодарна хору, благодарна руководителям, потому что там Были мои первые шаги именно в сольном исполнении От каждого голоса В хоре соло? Да У нас однажды для какого-либо произведения от каждого голоса отбирается по человеку По партии, да? Да, то есть есть определенные кусочки, когда вот солисты их исполняют Хор потом вторит и начинают все петь Я примерно представляю Должно было очень красиво звучать Вот, и были такие выступления, где мне давали возможность солировать Большое спасибо И спустя 10 лет настал период, что надо идти куда-то дальше И как раз-таки вот эта основа сольного пения, да, в определенном голосе Стала толчком для понимания того, что я не могу без музыки Я должна идти по музыке, должна петь, раз есть этот дар И дальше я пошла в дворец детского творчества Петроградского района Я люблю этот район, кстати Очень красивый Очень красивый Отзанималась там в течение пяти лет в студии авторской песни «Ветер надежды» Под управлением композитора, автора-исполнителя Людмилы Юрьевны Шаховой Это была такая очень большая первая ступень Потому что с того времени началось мое участие в конкурсах, фестивалях, районных, городских То есть вы в первую очередь певица, а потом уже актриса Да, да Ну, то есть я хотел так задать, я прочитал, вы мне даже все не перечислили Просто я даже не знаю, с чего начать Лауреат премии президента Российской Федерации в поддержку талантливой молодежи Лауреат международных и всероссийских конкурсов Актриса петербургских театров, театров В общем, очень много всего Расскажите, как вот вас так занесло? Ну, изначально у меня мама актриса Я ребёнок театра Ой, то есть как я ребёнок музыки Ой, какая-то сестра Я воспитана за кулисами театра юного зрителя имени Брянцева в детском театре И определённый мир, в котором, конечно, жила И как-то, наверное, ещё и на генетическом уровне это передалось Хотя передаётся 100% на генетическом уровне И так случайно получилось Но случайность оказалась очень удачной И я благодарна этому режиссёру до сих пор Потому что он открыл мне дорогу Никто за меня ничего не просил Никто никуда не подходил Я сама прошла прослушивание В 2008 году в театре «Балтийский дом» было прослушивание в музыкальный спектакль «Аллы и паруса» по Грину В мае такие ребята плавают, когда школа заканчивается, да? Ну, как бы сейчас, конечно Я знаю, что вы участвовали сейчас, 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 сейчас Где-то у меня здесь есть, я сразу так не найду, очень много всего Ничего, я вам помогу в прошлом году А, в 16-м Да Ну, а сам праздник, это немножко разные вещи Спектакль «Алые паруса» и праздник Конечно, основа этого праздника Это романтичная история Что молодая девушка ждёт чудо Да, да, ждёт, так скажем, когда Свершится предсказание волшебника Который когда-то в детстве рассказал ей, что Вот, у тебя в жизни будут алые паруса Это обязательно будет Сто кунов Да, вот Ассоль очень открытая Невинная, ранимая И в детстве она поверила, потому что Хочется иногда верить в чудеса, в сказку Среди мрачной жизни И ждала на протяжении 10 лет и дождалась И праздник «Алые паруса» он был и в 70-е годы, 80-е Но потом на какой-то период его в нашем городе закрыли Прошу прощения Из 2006-го праздник выпускников «Алые паруса» Вновь в нашем городе возобновлён Проходит он по-разному, но, конечно, основная его часть И всё к этому идёт, что по Неве проплывает судно с «Алыми парусами» Как знак новой жизни, нового этапа Который будет яркий, светлый И как бы с пожеланием попутного ветра Всем выпускникам во взрослой жизни Вот Во как, никогда не задумывался А спектакль Мы уже играем на протяжении 8 лет Да, «Алые паруса» в Театре «Балтийский дом» Команда постановочная очень была хорошая Это литовский режиссёр Раймадес Банионис Композитор Фаустес Латенос С такими именами ребята не могут оплашать Я очень благодарна Раймадесу, что он пошёл, ну так скажем, на такой профессиональный риск Как это считается в нашей сфере С чем связаны? Когда ты берёшь на главную роль человека без профильного образования Я не имею актёрского образования Если не секрет, кто вы по специальности? Я по специальности менеджер гостиничного сервиса Ага, это достаточно распространённая версия Кстати, вот сейчас прям повалило Все идут в гостиничный бизнес Говорят, нормальная тема Ну, скорее всего, я пока не была связана Я проходила практику во время обучения Но всё-таки творчество, творчество, оно моё Понимаю Вот, и, так скажем, вот с этого первого шага, с этого спектакля Пошло моё участие в других спектаклях Сказки Андерсона в постановке Натальи Индейкиной На той же сцене театра «Балтийский дом» После этого в театре Олега «Снежная королева», где я играю Герду Ой, это прям такая сказка Малахитовый сказ Сказка вот отсюда Да, «Малахитовый сказ», где я играю русскую девушку Катерину Мне очень было интересно, здесь написано, что вы играли «Ледва лисе в стране чудес» в мюзик-холле Да, это у меня постановка с прошлого года, это, так скажем, премьера Я играю Алису Правда? Да А вот мне интересно, их же не записываю, да, их нигде не посмотреть Только нужно прийти своими глазами, да? Ну, конечно, лучше посмотреть И, нет, наверное, какие-то записи уходят по интернету У нас какого-то определённого запрета нету на съёмку То есть, и съёмка тоже при этом как бы не входит в перечень того, что нужно быть Того, что нужно иметь Ну, то есть, как сказать, спектакли не записываются на видео, да? Как бы вами Нет, нами Плавить своим театром Нет, нет, нет Это записывается только, может быть, внутри, чтобы показать потом другим артистам, которые будут вводиться в спектакль А так никакой задачи нету записывать спектакли, чтобы они были в доступе в интернет Мы любим, когда люди приходят и на нас смотрят Дорогие друзья, приходите, смотрите Алиса, устранить чудес Мне очень интересно Да Очень люблю эту сказку Что ж, я знаю, у нас сегодня будет пять песен Они будут, там у нас всего лишь одна будет с диска, который я держу в руках Дорогие друзья, если кто-то нас смотрит на YouTube, пожалуйста, показываю Красивая вот такая вот обложечка Расскажите про диск, что это за диск, который он был издан Что за ним, что там на песне Да Как писалось, какие там чувства Этот диск приурочен был к моему первому сольному концерту Который проходил в 2014 году на сцене ДК имени Держинского В этом диске собраны наилучшие композиции моего сотрудничества С разными петербургскими композиторами и авторами Да, мы забыли отметить, что вы певица, а музыку и стихи вам сочиняют Да, к сожалению Это нужно отмечать важно, потому что зрители, бывает, путают, если про это не сказать К сожалению, я не пишу, но я считаю, что лучше делать вот хорошо то, что ты умеешь делать Лучше петь Я с вами абсолютно согласен, потому что это, опять же, распространенная практика в этой сфере Вы, наверное, в любой сфере везде, кто не может писать, тому напишут всегда, если есть голос Так что в этом нет ничего такого Мой дедушка тоже сам не писал А вы пытались? Пытались сами? Ну, может быть, стихи я как-то сочиняла, что-то набрасывала Но я же понимаю, что это не та форма, я не очень разбираюсь Белый стих, чёрный строка и так далее То есть тут надо ещё иметь знание по форме Как оно всё складывается и так далее Чтобы оно рифмовалось всё-таки, чтобы там был смысл А иногда ты просто... Ну вот, у тебя есть какие-то слова, сочетаются, ты их что-то запишешь Но я не могу сказать, что это, конечно, стихи и вот что Как-то они не складывались в какую-то большую картинку Так, буквально какие-то... Ну, для себя Какие-то наброски свои, да, для себя Что ж, по сегодняшним песням у нас сегодня также есть... У нас сегодня будут премьеры, да И вот самое главное, которое мы запишем 28 августа в картине «Новый лучший» номер 20 Который мы пишем уже, как бы, понимаете, в 20 раз в Адвагрин-концерте в Санкт-Петербурге Дорогие друзья, видео-запись выступления будет доступна в сентябре И что ж, трек, трек у нас необычный, я так понимаю Да Расскажите Трек необычный — это моё новое статус трудничества, да Для меня открылся новый человек Вот Нам посчастливилось сегодня с ним пообщаться, Денис Да, новый творческий человек Денис Илясов, вот Потому что есть композиторы и авторы, с которыми я уже сотрудничаю много лет И у нас уже достаточно много материала А иногда появляются новые люди, неожиданно, негаданно, да И это очень интересно Это очень открывает и тебя, и человека Я сейчас говорю об авторах текстов, да, так скажем О поэте Вот, потому что бывает, что и композитор сам пишет стихи и поёт А бывает именно вот, да, как такая целостная составляющая Да, это именно как автор-песенник Ну, нам сегодня, на самом деле, не самый частый случай Такое бывает редко То есть, людей, которые не поют Ну, не пишут, но поют много А вот тех, кто приходит к нам вот так, как вы пришли сегодня к нам, Денис Это, на самом деле, большая редкость И я просто посчастливился задать вам пару вопросов Расскажите, как давно вы пишете стихи И вообще, как вы поняли, что это ваше? Стихи я начал писать в 1995 году Это было моё первое стихотворение, которое я записал на лист бумаги До этого приходило много, множество всевозможных строк Просто в голове были и всё А почему не оформляли? Ну, как-то считал, что это несерьёзно Что-то по памяти помнил, а потом всё это забывалось как-то И решил всё-таки записать И после 1995-го прям пошло? Пошло Потихоньку, по чуть-чуть пошло Но в основном всё это писалось в стол В стол Как правило, стихи, они должны звучать Они должны либо читаться, либо их должны петь И, видимо, пришло то время, когда пришлось Именно вот, как вот такая волна вторая появилась у меня То есть я писал где-то до 2005-го года стихи Вот, и потом, значит, пошёл такой, ну, некий такой творческий кризис С кем не бывает ничего страшного Да, и стихи уже до 2013-го года совершенно, так сказать, не писались Приличный перерыв Вот И мне посчастливилось просто в своей жизни встретить поэтессу Наталью Дроздову Которая вдохнула, ну, вот, некий такой вот стимул, что ли Что вот надо писать Она ещё, знаете, как это Я с ней познакомился тоже очень буквально, ну, случайно Случайно, потому что на тот период времени она вела передачу на телеканале Вот Вот, и я её услышал на телеканале И мы решили Тот же, вот, я решил с ней списаться Личным сообщением ВКонтакте И она пригласила меня на презентацию На тот период времени Значит, был такой проект у неё Зелёная среда Это поэтический альманах для поэтов И поэты, многие поэты писали свои стихи и публиковались Вот, и я решил То есть, это происходит как, это мероприятие? Да, это мероприятие, это, значит, поэты пишут стихи, публикуют И потом, значит, это в основном всё происходило в буквоеде А, я что-то такое видел или слышал одни мухом, когда много людей приходят, стихи читают Да, 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 и читают стихи, и их можно, в принципе, даже и покупать эти, в принципе Альманахи приобретать И вот на тот период пошла вторая волна Это как-то совпало или как-то мероприятие служило катализатором? Да, мероприятие, скорее всего, вот этот альманаха послужило, так сказать, тем, что мне надо снова начинать возобновлять Вдохнул, так сказать, вот эту стихи Вот, ну, понимаете, всё-таки в моём случае мне хотелось, наверное, чтобы мои стихи всё-таки пелись Не просто читать, а именно, чтобы их пели И так вот случилось, что в прошлом году, в прошлом году, также на творческом вечере Натальи Дроздовой Я услышал голос Алины Вот, она была приглашена в качестве гостя Вот, творческий вечер Натальи Дроздовой Где я услышал её, Алину Мне очень понравилась, ну, во-первых, манера исполнения, подача, вот, ну и, конечно же, песня Совсем не типичная, я могу сказать, у вас история Обычно это как-то, знаете, поэт услышал, пей голос, надо написать там в интернете, всё, 21 лет А вы на творческом вечере Это прямо по-петербуржски Нет, потом, конечно, чтобы связаться со мной Денис нашёл меня ВКонтакте через Наталью Потому что с Натальей мы знакомы Я была у неё в передаче на телеканале ВОД в 2013 году Я, честно, не знаю, это какой-то кабельный или... Это кабельное, да, телевидение, вот Которое называется ВОД О чём канал? Всероссийский А, то есть это аббревиатура? Да, да Я думал, фантазия плохая Общественное телевидение Всероссийское Нет, ваше общественное телевидение Ваше общественное телевидение Ну ладно Оно взбирало в себя разные передачи или поэтами, или певцами, или журналистами То есть каждый из людей, у которых была передача Каждый делал своё направление Это интересно, кстати И в 2013 году с Натальей у нас была целая передача Посвящённая моему творчеству Мне вот мы тогда общались тоже И думали, как и дальше общаться и так далее Потом вот Наталья приглашала меня на свои творческие вечера И вот один вечер в прошлом году стал вот таким как бы знаменательным Потом Денис связался со мной в соцсети, ВКонтакте Я откликнулась Потому что для каждого исполнителя всё равно нужен новый какой-то материал Новый, интересный Не всегда нам его прям вот так вот кипой предлагают Я просто не знаю, как это происходит Теперь понимаю Оно по-разному У каждого по-своему всё так индивидуально Потому что когда я занималась в студии авторской песни Понятно, я исполняла музыку и песни Людмилы Юрьевны Шаховой И очень я благодарна, до сих пор исполняю Они актуальны, они мне очень нравятся Они именно такие питерские С питерским настроением С питерской душой Вот А здесь, конечно, когда вот автор тебе предлагает Посмотрите, пожалуйста, мои стихи Возможно ли, чтобы они стали песней? У меня есть главный вопрос, на самом деле Да К вам обоим Расскажите, Денис, во-первых, к вам Вы писали эту песню специально под Алину или как? Или как это произошло? Или просто вот был стихотворение, извиняюсь И вы решили, что вот это подойдёт? Ну, вы знаете, на самом деле Как-то так, может быть, прозвучит странно для кого-то Ну, вот кто-то, может быть, поймёт, что это странно как-то Но у меня на самом деле очень неплохо получаются Именно женские стихи Вот от женского лица В этом нет ничего такого Абсолютно А что касается этой именно песни Да Вот у Алины есть в репертуаре песни одна Которая, в принципе, даже послужила стимулом для того, чтобы Вот что-то вот я написал похожее Вот И так вот получилось, да И вопрос теперь к вам Что касается того, как спеть стихотворение Это по вашей части Или это была как-то совместная работа Где-то, может быть, Денис, вам хотелось, чтобы это спелось так А вам так были какие-то, может быть, ну Ну, разногласия, я это не назову Но какая-то притирка Кто-то, может быть, как-то хотел по-своему это сделать Или, Денис, вы просто отдали стихотворение И вот просто вот что хотите Нет, нет, у нас, конечно, всегда Я из тех людей, и уже есть определённая наработка Что и с композиторами, и с авторами текстов Проходит определённая работа Да, мы обсуждаем данное стихотворение Пытаемся понять его основную мысль О чём, что хочет донести автор Да, я нахожу в этом тексте, да Исходя из своего жизненного опыта То, что близко мне Вот И мы приезжаем вместе на студию И в процессе, конечно, находим те краски Которые бы совпадали для нас Находите компромисс Обоих, да Прекрасно Это, на самом деле, не у всех так получается Могу вам сказать Это очень хорошо, что вы можете работать сообща И вообще без каких-то надувидимых проблем Что ж, мы проговорили уже 24 минуты Мне очень хочется послушать трек Да, для вас, да Уважаемые наши телезрители, да И уважаемые слушатели Сегодня примеры песни В разлуке жить с тобой Музыка и слова Дениса Ильясова Аранжировка Владимир Белунский Слушаем Не уходи Не оставляй Не оставляй меня одну Когда дожди Когда ветра Не уходи Не оставляй меня одну Иначе я Сойду с ума Не уходи Не оставляй меня одну Не обрекай Меня на боль Не уходи Не оставляй меня одну Я не хочу В разлуке жить с тобой В разлуке жить с тобой На расстоянии Я просто не смогу Не в состоянии Я просто не смогу Не в состоянии Я просто не смогу Не в состоянии В разлуке жить с тобой На расстоянии Не уходи Не оставляй Не оставляй Меня одну Не разрушай Мои мечты Не уходи Не оставляй Меня одну Среди холодной Темноты Не уходи Не оставляй Меня одну Или возьми Меня с собой Не уходи Не оставляй Не оставляй Меня одну Я не хочу В разлуке жить с тобой В разлуке жить с тобой На расстоянии Я просто не смогу Не в состоянии Я просто не смогу Не в состоянии В разлуке жить с тобой На расстоянии, в разлуке жить с тобой На расстоянии, я просто не смогу Не в состоянии, я просто не смогу Не в состоянии, в разлуке жить с тобой На расстоянии В разлуке жить с тобой, в разлуке жить с тобой На расстоянии я просто не смогу, не в состоянии, я просто не смогу, не в состоянии в разлуке жить с тобой. На расстоянии я просто не смогу, не в состоянии, я просто не смогу, не в состоянии в разлуке жить с тобой. На расстоянии я просто не смогу. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Какие были ощущения? Ну, ощущения были неожиданные от того, что ещё получилось в разработке и в идее аранжировки Владимира Белунского. Потому что одно дело, когда ты просто слышишь от автора мелодию песни, а потом... А другое дело, когда рождается всё вокруг, и песня приобретает целостное звучание. То есть процесс оставил больше впечатлений, чем конечный результат в итоге? Нет, нет, почему? Конечный тоже очень интересный, получился в сочетании. То есть такое оно необычное. То есть она могла бы звучать абсолютно по-другому, а она получилась именно вот такая. То есть близкая и мне в какой-то степени, и самое главное, что Денису, потому что... Денис, расскажите тоже. Да, потому что здесь... Какие у вас были ощущения? Я хочу узнать просто две стороны, да? Или вы всё-таки разные люди, и это очень важно. Вы знаете, самое интересное, всё, что я вот хотел вложить в эту песню, и подачу, и вот мелодия была вот в голове, да? И когда всё это вот произошло, когда вот Владимир очень хорошо, так сказать, вот, я думаю, я считаю, поработал, так сказать, вот, сделав именно такую аранжировку, именно вот так всё. И как вот Алина всё вот исполнила, вы знаете, это на самом деле вот всё, что я хотел выразить, всё было выражено именно так, как вот... То есть все довольны, все прям... Как бы угадали все, все угадали, так сказать, как вот должно быть. Ну, для вот такого первого варианта и вообще для людей, которые, так скажем, впервые друг с другом сотрудничают, то есть вот три треугольника, потому что совместное всех троих, потому что одно дело, я работаю уже с людьми, которые меня знают, они уже знают, как можно под меня что-то написать и так далее, да, да, уже сложился определённый образ, вот. Вот, Владимир знает меня в меньшей степени, но тоже знает, но здесь ещё, так как новый человек, да, Денис, да, вот... Ну, я так понимаю, вы все очень быстро нашли общий язык. Да, да. У вас это прям хорошо получилось. Да, у нас буквально, ну, вот в течение месяца, месяца у нас вот всё родилось. То есть от первой строчки или это уже с готовым текстом? С готовым текстом. То есть вот был текст, и за месяц вы это прям сделали? Да. Это круто. То есть это прям... А оно бывает, знаете, оно бывает, когда текст близок, когда исполнитель понимает, о чём он поёт, он буквально может записать песню за, ну, буквально дубля три. Вот так вот, как бы, от начала до конца, когда он понимает... Когда он понимает, когда он чувствует, да, оно близко, и когда оно не требует каких-то изменений... Это очень хорошо, потому что нельзя себя изменять. Если поёшь то, что не нравится, оно и плохо получится в итоге. Это очень здорово. Расскажите, а есть ли у вас какие-то планы на будущее в таком вашем творческом тандеме? Планируете ли вы ещё каких-то песен, может быть, сборничек какой-то? У вас что-то... Ну, вы же не сели вот, типа, здрасте, я Денис, здрасте, я Лен, давайте сделаем песню, классно сделали песню, а что-то же дальше будет? Возможно. Посмотрим, как оно служится, да, хватит ли вдохновения, да. Я всегда готова петь, я всегда иду навстречу. Денис, а как вы чувствуете, расскажите. Я чувствую так же. На самом деле, конечно, чистить не собираюсь. То есть, там, каждый, допустим, каждый месяц по стихотворению... Ну, это уже конвейер. Да. Но хочется, чтобы каждое стихотворение, каждая новая песня в сотрудничестве с Владимиром и Салиной... Это были настоящие хиты, это были настоящие песни, которые... Которые бы отвечали, так сказать, вот именно вот, чтобы народ их слушал, и чтобы народу это тоже нравилось, людям. Но впереди у нас уже есть одна заготовка, именно текстовая. Вот это я люблю. Текстовая, которая могла бы стать дальше песней. Сейчас вот будем думать, как, когда, вот. Но это уже после. Сейчас вот есть у нас основное. Сегодня песня прозвучала. Нам главное заинтересовать сегодня публику. Да, потом вот 28-го числа, да, пройдёт съёмка. Расскажите, планируете ли вы какую-то концертную деятельность? Какие-то, может быть, в клубах или где-нибудь ещё? В формате клубов я не работаю. Наверное, так скажем, мой формат этого не позволяет. Ну, не то, чтобы не позволяет. Пока просто нечего спеть в клубе, или как это сказать правильно? Пока нету, так скажем, материала клубного. Вот, конечно, нет, но в клубе бывает разная музыка. Я понимаю. Мы тоже будем сниматься в клубе между прочим. Вы были в этом клубе? Нет, и что? Как это вы, Петербурженко, и не были в одном? В общем, здоровое такое помещение. Да, да. Вам понравится. Вот, конечно, конечно, нет, концертная деятельность идёт. Я активно принимаю участие в городских мероприятиях. Ой, а можно я попробую перечислить? Да, конечно. День города, день России, день семьи, любви и верности, день флага, день памяти жертв, блокады Ленинграда и многих других. Да. А, вот у меня есть подсказочка, дорогие друзья. День Победы, конечно, потом 1 сентября, день матери. То есть у нас в России очень много мероприятий, очень много дат и очень много событий, которые не относятся, может быть, ко всему населению. Да, но относятся, например, у нас есть день пожарной охраны, день судостроительства. У них прям праздники происходят? Конечно. То есть они прям не общегородские? Да, да. А вот это как это? Они бывают более закрыты, это для сотрудников определённых организаций, которые работают в данном направлении, в данной сфере. То есть корпоративом не назовёшь? Нет, всё равно это концерт. Или вот съезжаются несколько заводов, например, в какой-то другой завод, и там играется концерт, или как это делается? Расскажите, как это изнутри? Или в завод, или, да, организацией и руководством арендуется определённая площадка в городе в зависимости от количества людей, которых они хотят пригласить. Ну, то есть вполне локальные такие мероприятия. Ну, в общем, смотрите, а вы, говорите, в клубах не поёте, а вот Adwa Green Concert, это же завод, завод, ну, не важно, что бывший, чем не клуб. Слушай, я предлагаю послушать следующую песню, песня называется «Душа». Да, следующая песня, да, это моё сотрудничество с певицей, с режиссёром, с человеком с богатым опытом, с аранжировщиком, с автором-исполнителем. Она сама всё пишет иногда, и тексты, и музыку сама поёт, в таком джазовом ключе она работает, это Евгения Хазанова. Вот. Наверное, мы уже сотрудничаем лет пять. Немалую сроку. И мне очень нравится это направление, так как я люблю джаз, я люблю блюз, я люблю это слушать, люблю это петь и исполнять. И это вот одна из песен, где мы поём с ней вдвоём. А, то есть она выступает в качестве и в дуэте, и автора. Да, она со мной в дуэте, вот, слова Александра Мороза, музыка и аранжировка Евгении Хазановой, исполняет Алина Атласова и Евгения Хазанова «Душа». Живёт в человеке душа, живёт, может, еле дыша, но ценится и не разберёшь, на золото или на грош. Живёт в человеке душа, невидима и не слышна, но прячет её человек в наш души спасительный век. Зачем человеку душа? И так можно есть и дышать, писать, рисовать и петь. Души нет, так умение есть. Но если нет души, то мертвые холсты. Нет души и речи пусты. Нет души и музыка шум. Нет души и Гамлет вдруг шут. Но если нет души, то мертвые холсты. Нет души и речи пусты. Нет души и музыка шум. Нет души и Гамлет вдруг шут. Душа в наше время мишень. И может настать этот день, когда вдруг без души и глаз холодным стволом глянет в вас. Живи в человеке душа, живи даже еле дыша. Не прячь ты её человек, наш души спасительный век. Живи в человеке душа, иначе ведь трудно дышать, писать, рисовать и петь. Увы, без души не суметь. Ведь если нет души, то мертвые холсты. Нет души и речи пусты. Нет души и музыка шум. Нет души и Гамлет вдруг шут. Ведь если нет души, то мертвые холсты. Нет души и речи пусты. Нет души и музыка шум. Нет души и Гамлет вдруг шут. Живи в человеке душа, живи. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Это второй час программы... Ой, господи, второй час. Первый час программы «Ночное такси». Студия Аркадий, Алина Атласова и Денис Ильясов. И мы сегодня слушаем разную музыку. Я так понимаю, что у нас все пять будут разнообразными или как? Все пять разнообразные, да. Мы сегодня показываем вас с разных сторон. Я тоже люблю, когда так происходит. Сотрудничество складывается по-разному. Иногда это какие-то бывают абсолютно вещи, с которыми ты как бы никогда не сталкивался и не поешь. Например, самая такая прям необычная для вас композиция. Ну вот, скорее всего, будет следующая. Следующая? Да, она для меня в прошлом году стала таким открытием. Меня попросили, и, конечно, я не в силах отказывать. А кто знает, а может быть, надо себя пробовать тоже в разных направлениях, в разных жанрах, поджанрах. Дорогие друзья, чтобы вы поняли, песня называется «Рыбачок». Я себе представляю, честно, вот есть, сейчас, сейчас я вспомню. «Рыбалочка» есть у Вилли Токарева. Знаете такую песню, нет? Ну, я вам потом её включу. Она очень смешная, типа, не поймала я ничего. И это юмористическая песня, нет? Да, да. Это тоже премьера, мне кажется, надо её послушать. Чтобы понять. Чтобы понять, да. Мне очень интересно, что вы там для нас приготовили. Поэтому песня «Рыбачок» с приветом. Снова ты на рыбалку идёшь, Снова клёво, удачного ждёшь. Я тихонечко рядом сижу И печально на воду глюну. Посмотри, скорее, рыбачок, Кто на твой попался крючок? Долгожданная рыбка твоя. Это я, это я, это я. Оглянись, спори, дорогой, Твоё счастье рядом с тобой. Золотая рыбка твоя. Это я. Не могу больше тихо сидеть И с тоской в твою спину смотреть. Распугаю всю рыбу твою, Громко песню тебе я спою. Ты, мой милый, в сказку попал, Золотую рыбку поймал. Золотая рыбка твоя. Это я, это я, это я. Оглянись, спори, дорогой, Твоё счастье рядом с тобой. Много ценная рыбка твоя. Это я, это я, это я. Ох, ой. Снова ты на рыбалку идёшь, И часами удачу там ждёшь. И никак не поймёшь, дорогой, Что удача рядом с тобой. Сколько можно рыбку ловить, Перестань мою душу тонить. Согласись, что удача твоя. Это я, это я, это я. Оглянись, спори, дорогой, Твоё счастье рядом с тобой. В жизни лучшая рыбка твоя. Оглянись, спори, дорогой, Твоё счастье рядом с тобой. Драгоценная рыбка твоя. Это я. Это я, это я. Если с вами ночное такси, Ничего не случится в дороге. Мы продолжаем слушать Алину Атласову в эфире программы «Ночное такси», её первого часа, и мы слушаем абсолютно разную музыку. Разную музыку. Из тех трёх, что мы сегодня послушали, в какой стилистике вам ближе? Работать. Ну, скорее всего, в стилистике вот следующей композиции будет. Но мне нравятся все направления. Самое главное, чтобы оно, знаете, отражало смысловую какую-то часть, какой-то опыт. Конечно, я из тех исполнителей, которые иногда какой-то текст и какую-нибудь песню не возьму в исполнение. Ну, естественно, что-то бывает уже близко, что-то прям совсем нет. Да, 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 конечно, происходит определённый отбор. Вот. Но я люблю очень советскую эстраду. Я на ней выросла. Очень долгое время слушала радио ретро. И как-то вот оно... Ретро — хорошее радио. Да, и оно, так скажем, у меня осталось. За счёт ностальгии. Да. И я, скорее всего, как, так скажем, молодое поколение, которое чтит память и несёт это к слушателю, потому что я считаю, что сейчас очень этого не хватает. То есть, понятно, есть зажигательные ритмы, они очень близки молодёжи. Молодёжи, но вот для взрослого поколения, для людей от 35 и выше, это немножко пока что-то неясно, незнакомое и далёкое, так скажем, в душе. То есть да, поётся, да, музыка есть, но очень редко встречаются сейчас песни и композиции, где есть какой-нибудь приятный текст, какой-то смысл. Согласен. Музыка. Я считаю, что музыка со смыслом это для людей вообще в принципе постарше. Да. То есть недаром говорят, что шансон, ну и околошансонная музыка, эстрадная, это для людей, которые думают. Для поколения чуть постарше. Мы, как известно, молодыри. Дурья много, поэтому нам двигаться, а потом думать. Да. Поэтому я с вами согласен. Вот поэтому я пою в эстрадном ключе, именно в эстрадном, в том понятии, в каком это было вот года 80-е. Тогда такой вопрос. У меня есть вопрос. Не подскажете ли мне, не расскажете ли нашим излушателям и зрителям какие-нибудь ближайшие фестивали, может быть? Если не концерты, то, наверное, в фестивалях вы принимаете же участие. В фестивалях принимаю участие, да. В каких? Но в фестивале тоже более, так скажем, конкурсного направления. Вот у нас и не конкурсного. Ну, как бы разным феопом планом бывает. А, нет, конечно. Не к тому, что типа попейти и победить, а попеть для людей. Бывает такое, да. Но ближайших пока не предполагается, потому что ближайшие, это у меня спектакли, работа в театре, в мюзиклах. Каких? Я ещё не только играю в театре и пою, но я ещё и артистка мюзиклов. Ой, вот это вот уже очень интересно. Мюзиклы мне нравятся. Вот. Может быть, наши телезрители, я думаю, что уже какая-то часть больше я посмотрела даже, может быть, кто-то слышал. Потому что вот самый основной такой проект и большой проект, который стал, так скажем, началом тоже моего участия в жанре мюзикла, это мюзикл «Мастер и Маргарита» на сцене театра мюзикл холл. Вот. Мы уже играем его три года. Вот. А потом это... Они, так понимаю, с осени, да, начинаются? Летом же перерывы? У нас вот сейчас перерыв, а так мы играем до июня-июля, в зависимости там. И когда можно будет прийти и посмотреть? Можно будет прийти с 22 по 25 сентября. Мы будем играть последний раз на сцене театра мюзикл холл. А потом где? В октябре мы переезжаем на сцену театра ЛДМ, новая сцена. Это где? Это бывший Ленинградский дворец молодёжи. Что-то знакомое? Адрес пока не скажу, потому что сама там пока не была. Ну, ладно, не будем. Но всех приглашаю, так как ещё... Я прям даже сейчас... Продюсерская компания, которая делает эти мюзиклы, ещё я участвую в мюзикле «Демона Негина». Ой, это уже что-то такое. Захватывающее понадобие. Да, да, да. Расскажите о чём. ЛДМ «Стандарт». Да. Что? На улице Даля, может быть. Вот, не знаю. На Петроград. Не буду прибирать, да. Это Петроградская сторона. Улица профессора Попова. Скорее всего, это то. Скорее всего, это то. Это вернее, да. Но я не буду раскрывать, наоборот, пусть все придут и посмотрят. Но есть мистика, есть любовь, есть, так скажем, и музыка, и танцы, и определённая атмосфера, в которую погружают эти проекты. И не только эти. Также приглашаю всех на мюзикл «Летучь корабль», постановки Егора Дружинина, который у нас состоялся в прошлом году на сцене Декалин Совета. на «Алиса в стране чудес», в Театре Мюзик Холл. Они будут в сентябре всё. Да, да. Они будут начинаться с сентября, и практически каждый месяц будут играться. То есть следите за новостями. Надо будет прийти, посмотреть, интересно. Мюзик Холл это красиво. В нашем жанре. Я был на хитах про две только. О-о-о. А Жогин это или как? Да, Иван у нас исполняет в «Мастере Маргарите» роль Воланда, и в «Демоне Онегина» играет роль Онегина. Ой, я её надо сходить. Так что всех ждём, да. У нас очень много звёзд, очень много голосов прекрасных. И надеюсь, что вам понравится. Вот. И к жанру, вот в котором мне нравится работать, да, это жанр эстрадной песни, да, следующая наша песня. И мне хочется тоже всем, как бы, ну так просто пожелать, да, это мы ещё не прощаемся, но я просто желаю вам, чтобы каждый тоже нашёл свой счастливый билет. И музыка и слова Владимира Весёлкина. Счастливый билет! В хороводе улиц и витрин Каждый сможет свой маршрут найти Для кого-то путь хорош один, Для другого с ним не по пути. Кто-то едет в поезде метро, А кому-то нужно на трамвай, Вспыхнет сеть контактная искрой, Ты маршрут свой верно выбирай. В жизни важно выбрать верный путь, Путь добра, который дарит свет. Миру ты открытый сердцем билет, Чтоб счастливый получить билет, Чтоб счастливый получить билет, Миру ты открытый сердцем будь, И пускай прольётся добрый свет, Освещая жизни путь. Если перепутаешь маршрут, То уехать можно далеко. Оказаться, где тебя не ждут, Путь найти обратный нелегко. Мимо пробегают поезда, Пролетит автобус стороной, Надо быть уверенным всегда, Что идёшь ты верною тропой. В жизни важно выбрать верный путь, Путь добра, который дарит свет. Миру ты открытый сердцем будь, Чтоб счастливый получить билет, Чтоб счастливый получить билет, Миру ты открытый сердцем будь, И пускай прольётся добрый свет, Освещая жизни путь. Кто-то едет в поезде метро, А кому-то нужно на трамвай, Вспыхнет сеть контактная искрой, Ты маршрут свой верно выбирай. В жизни нужно выбрать верный путь, Путь добра, который дарит свет. Миру ты открытый сердцем будь, И пускай прольётся добрый свет, Освещая жизни путь. Освещая жизни путь. Если с вами ночное такси, Ничего не случится в дороге. Что ж, дорогие друзья, Вот и к концу подошла наша программа. Осталось послушать всего одну песню. Эта песня будет звучать с компакт-диска, Чему я очень рад. Диски всегда в этом плане лучше, Чем сжатая компрессированная аудиодорожка. Ну ладно, мы сейчас не об этом, Мы о том, что нужно попрощаться, Нужно пожелать всем всего, что хотите. Да. И послушать последнюю песню, Потому что нельзя уходить на заставки, Это некрасиво. Всегда нужно уходить на музыку. Расскажите, что вы дарите слушателю в этой песне? Я подарю тебе. Что за песня? Ну, эта песня, так скажем, Посвящение женщины поёт своему дорогому супругу о том, Что их любовь совместная, Она обязательно должна родиться. То есть, ну, понятно, что она появилась и так далее, Но результат этой любви – это, конечно же, прекрасные наши дети. Вот. И… Рассказывайте, я буду в первый раз рассказывать. И в связи с этим тоже хочется нашим слушателям теле и радио пожелать радости, Счастья, гармонии внутренней и внешней. Вот. Не бойтесь проявлять свои, так скажем, внутренние ваши ощущения. Не бойтесь радоваться жизни. Делитесь. Верьте в людей. И… Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И… Не бойтесь ответственности. Дарите тепло, ласку, внимание. Этого сейчас так не хватает каждому из нас. И… Просто будьте счастливы. Спасибо. Денис, вам слово. Ну, я хочу пожелать, будьте добрее, вот, вдохновения и, конечно же, уверенности в завтрашнем дне. Она всем понадобится. Это важно. Это очень важно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, до скорых встреч. Да. Надеюсь, у нас мы встретимся 28 августа на сцене А2 Green Concert. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Всем спасибо, кто был с нами и те, кто нас посмотрят в будущем. Всем пока. Мы нежность и тепло всегда находим В сиянии любимых светлых глаз. Ну, ничего страшного, так тоже бывает. Да. Любите друг друга. И дай Бог, чтобы у вас, у ваших детей всегда было здоровье. Спасибо. Любите друг друга. Я подарю тебе сына с глазами, в которых утонет мир. И полмира ему одному покориться верю. А я ждать его буду в слезах под дверью. С каждой битвой под хохо чужих квартир. Я любить его буду любовью слепой, слепой. За молчанье в сердцах проклинать не буду. Лишь молиться о том, чтобы за ним повсюду ангел шел сумасшедший, как мы с тобой. Я подарю тебе сына. Я подарю тебе сына, он станет таким, как ты, точь-в-точь. Лучше всех на свете. Лучше всех на свете и на голову даже выше. Просни мне ладонь. Лучше всех на свете. Лучше всех на свете. Лучше всех на свете. Лучше всех на свете. Просни мне ладонь. Лучше всех на свете. Повсюду ангел шел сумасшедший, как мы с тобой. Я подарю тебе, дочь и сына, Красивых, как наша любовь. Я подарю тебе, дочь и сына, Красивых, как наша любовь. На волне ностальгических нот, На волне позабытых мелодий. Вместе с вами ночное такси, Городских серенад и рапсодий. На дорогах трехцветных огней, Позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, Ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, Ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова